Вперед! Готовы? Поехали! Деревня Андреевская, в 30 километрах от села Липинбор, центра Вашкинского района. Чуть больше года назад на этом месте был пустырь, а теперь современная сыроварня, первая в регионе по производству полутвердых и твердых сыров. Первая продукция вышла с этой сыроварни уже в августе 2018-го, а по итогам июня-октября переработано 100 тонн молока и произведено уже 10 тонн сыра. И это не предел. В качестве продукции лично убедился и губернатор региона Олег Кувшинников. Здесь у нас начинается технологический процесс. Сюда мы привозим молоко со своей фермой на своем молоковозе. И подается в производство на пастеризацию. Это пастеризатор молока, где молоко проходит пастеризацию перед тем, как пустить его в производство сыра. То есть все происходит в автоматическом режиме. Еще в 2015 году два молодых амбициозных предпринимателей Свердловской области приобрели здесь крестьянское фермерское хозяйство и стали возрождать молочную отрасль Львашкинского района. Был построен животноводческий комплекс, по голове коров которого уже достигло 400 единиц. Приехали по работе. В Вологде мы работали и работаем сейчас в металлургической сфере, в строительной сфере. Появилась давно уже идея попробовать себя в сельском хозяйстве. Наверное пришли к этому из-за качества продуктов, которые сейчас в магазинах. То есть захотелось и себя, и своих детей кормить натуральными продуктами. Поэтому начали пробовать. Сразу, как только мы начали заниматься сырым молоком, маленько в этот бизнес вникли, мы сразу появилась идея какую-то свою переработку сделать. Мы все-таки пришли вот именно к сырам. То есть это более такой интересный продукт, не скоро порчишься продукт. Молоко, оно пришло, заполнилось емкость при определенной температуре. После чего мы в это молоко добавляем заглазки, организмы, которые впоследствии формируют вкус и консистенцию сыра. И молокосвертывающий фермент. Мы проходили обучение и в Вологодской академии, курсы проходили. И ездили за границу и учиться, и смотреть, и опыт перенимать. Но учиться мы ездили только в одно место, где нам это все показали, передали. А так, конечно, европейцы, они свои технологии не показывают, не рассказывают. То есть даже приезжаешь к ним куда-то на экскурсии, только начинаешь задавать какие-то вопросы именно по теме. Они когда видят, что ты в этом понимаешь, что ты действительно в этом разбираешься, они сразу говорят, все, без комментариев, спасибо, заканчиваем экскурсию. Здесь у нас находятся камеры созревания сыра. У нас их всего пять. Вот давайте зайдем в камеру номер три. Созревание происходит при температуре 10-12 градусов и влажности порядка 80-90%. Созревание наших сортов идет от трех месяцев. Липпинг борстер. Они, видите, он весь в процессе покрывается плесенью. Мы эту плесень счищаем щеточками, солевым раствором переворачиваем. И вот в итоге так вот он созревает. Первоначально вообще никто не видел. То есть нам говорили, что, ребята, вы чего, это все утопия, не может быть. Это исторически в Вологде не сыропригодное молоко. Мы просто поехали задавать вопросы именно специалистам, которые нам сказали, что задайте анализы молока на это, на это, на это. Если у вас там все в порядке, у вас сыр должен получиться. Съездили на производство такие за рубеж. В Израиле мы были, в Швейцарии мы были. И решили, что мы не хуже. Не думали, что все будет так непросто на самом деле. Но вот за эти три года, конечно, много потрачено сил, денег. Но с поддержкой области мы построили здесь два новых коровника. Обновили технику, обновили стадо почти полностью. И вот построили уже сыроварню. Это вот наш такой, ну, один из финальных этапов. Вы подали примеры, наверное, всем, кто хочет вернуться из крупных мегаполисов, вернуться на землю, на родную землю. У нас, если вы заметили, у нас достаточно молодой коллектив, что не может не радовать. То есть у нас один из работников, Ирина, они с мужем учились, жили в городе и решили вернуться сюда. И они сейчас работают у нас в хозяйстве. То есть им это нравится. То есть молодежь приехала из Вологды, вернулась в Вашингтон. У нас даже две семьи, а одна семья приехала с Урала сюда работать. Работы не начали, а вот переехали. Поработали там, здесь. Вот переехали сюда, здесь лучше всего. Нравится, пока в город возвращаться не собираемся. Я сам сюда приехал с Урала. Меня заботило в том числе и экологические условия. То есть все-таки Вологды здесь более чисто, чем у нас там на Урале. Тем более мы вообще там с атомного города, где атомное производство. Мы оттуда убежали. У меня трое детей. Раньше они сыр вообще не ели. То есть какой бы я не покупал сыр, особенно у нас в России, они его просто не ели. То есть там заставить съесть бутерброд с сыром – целая история. А сейчас они сами. Папа, отрежь. Папа, привези. Еще скажу, что всего этого нам было бы не достичь без поддержки областной и государственной в целом. Потому что мы за эти три года, мы, конечно, и потратили очень много денег и сил, но нам мы получили порядка 45 миллионов поддержки. Это безвозмездные субсидии. Это субсидирование на приобретение племенного поголовья. Это субсидирование на строительство животноводческих ферм. То есть мы получили на это субсидии. Это субсидирование на покупку техники для обработки земли, то есть комбайны. Причем субсидирование доходило до 50%. То есть, например, купил комбайн за 4 миллиона, тебе 2 вернули. То есть это все работает. И, конечно, это дикая поддержка. То есть нам это очень помогло. Здесь на сыроварню программа работает по субсидированию оборудования для переработки молока. То есть мы на оборудовании, которое вы видели, мы получили 6 миллионов рублей. Кредитные средства мы не можем вообще ни рубля получить. Ни в одном из банков. Боже, вы загорели? Да, я хочу еще запустить хотя бы 2-3 вида сыра. В том числе и с песеной хотим попробовать, с благородным. В планах сделать минимум стандартной линейки домашней. То есть домашняя сметана, кефир, творог. Мороженое в планах делать. Если будут продолжаться вот те программы, которые сейчас существуют, то мы будем сейчас... Слово «если» для нас неприемлемо. Будет обязательно. Хорошо. Все, что касается сельского хозяйства, надо 2 миллиарда. Будет 2 миллиарда. Надо, чтобы вот такие продукты производились. Не рост объем производства продуктов настоящих в Вологодске. Значит, будет 2 миллиарда. Надо больше, будет больше. 2,5 миллиарда. Три. Моя задача – вернуть людей на село. Моя задача – возродить утраченные традиции производства русских вологодских продуктов. Поэтому я приглашаю всех приехать в Вологодскую городу и повторить ваш пример. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова